Вопросы холестерина. Сейчас мы с вами будем обсуждать продукты, которые этот холестерин повышает в космос, и вы будете в шоке, в полном, тотальном шоке от того, какие продукты вам казалось будут и должны быть полезными, и какие продукты на самом деле являются полезными. Вы же будете в шоке относительно того, какие продукты повышают уровень вашего плохого холестерина, и о том, какие продукты понижают уровень плохого холестерина. Сейчас мы поговорим о том, как работает ваша суммарно в организме вот эта вот система энергетического обмена. И это видео спасет вам жизнь. Ребята, без привлечения, без преуменьшения, это видео просто спасет вам жизнь. Если вы хотите жить долго, если вы хотите жить полноценно, в полную грудь, дышать каждый день, свой потенциал раскрывать, пожалуйста, подписывайтесь, обязательно ставьте палец наверх, потому что здесь мы делимся действующими советами, которые приходят к вам из нашего курса ПГ-марафон, где я уже почти 10 лет тружусь, имея и анавляя каждый год лицензию Минздрава Отечественной Республики, работая отсюда из Праги, дистанционно по всей планете, я скапливаю эти знания, ребята, и работаю, консультирую с анализами, с исследованием с субъективными, с объективными показателями, то есть часть у нас как бы идет по жалобам, часть у нас идет по исследованиям, у нас огромный опыт работы, который я всячески хочу, чтобы был на вас ориентирован, ребята. Поэтому, пожалуйста, смотрите, мне от вас ничего не нужно. Я педагог, автор и ведущий. Действую я, основываясь на том, что чисто по-человечески, должен с вами делиться, ребята, максимальным количеством знаний каждый день. И прошу вас, пожалуйста, впитывать эти знания, вы оплатите все эти советы в своей жизни, зафиксируя пользу, добро, долголетие, здоровье, отсутствие болезней, только дисциплиной, ребята, только дисциплиной вы оплатите все мои советы. Ни копейки денег, ни на какие лекарства от вас не нужно. Пожалуйста, впитывайте каждый грамм, подписывайтесь, и дайте мне сейчас, значит, обратную связь, как у нас звук, как у нас картинка, значит, как у нас все работает в YouTube и в Instagram, ребята. Здравствуйте, спасибо большое. Пожалуйста, обратную связь, потому что это прямой эфир, трансляция. Это, значит, должно быть максимально и с качеством, и с подачей, особенно для наших новичков, ребята, это очень важно. Отлично, да, да, мои чемпионы? Драгоценные мои. Смотрите, какая штука. Спасибо огромное. Девчонки, мальчишки зашли, мальчишкам пожимаю руку, значит, и звук, и картинка, всем нравится, все хорошо. Спасибо, гигантское. Значит, смотрите, какая штука. И опять же, наши ребята, которые у нас возвращаются, впитывают информацию и становятся лучшей версией себя, спасибо вам гигантское, ребята, вы умнички, я вам искренне горжусь. Рассчитывайте на то, что наши видео смотрят 4 миллиона человек в месяц, и мы должны дать максимальную пользу для всех и для каждого, с максимальной лучшей отдачей все должно быть, поэтому я постараюсь максимально понятно все разложить по полочкам. Значит, ребята, когда мы говорим с вами о наших любимых продуктах, я сейчас с вами буду говорить и вам буду показывать, и дам вам вступление, значит, вы все знаете, вы все слышали, вы все прекрасно разбираетесь, и вы знаете четко, что масло очень вредно для вашей истории с холестерином. Вы все знаете, четко привыкли, что сало это самоубийство, если ты хочешь жить долго, оно тебя погубит, у тебя будут ужаснейшие показатели плохого холестерина, и ты умрешь. А когда мы говорим с вами о яйцах, так вообще, это ужас, напичканный холестерином желток, который погубит, уничтожит и отправит тебя в могилу еще до того, как ты успеешь доесть свою яичницу. И вот здесь я должен с вами разобраться, разжевать, показать, и почему я назвал это видео именно так. Сало, яйца и масло понижают твой холестерин. Я даже забегу немного дальше и скажу вам, если вы будете есть сало с яйцами, и будете делать салаты с жирным авокадо, если вы будете брать сливочное масло, и использовать его каждый день в ваших рецептах, и если вы будете это сливочное масло намазывать на ваш кето-хлебушек, и это будет мега инвестиция. Но сейчас я не буду забегать вперед, я должен вам рассказать, разжевать и показать, и разложить, особенно для новичков, все по полочкам, потому что все начинается с момента, когда вы кушаете. Вы кушаете еду каждый день, ведь правильно? И когда вы кушаете вашу еду, вы хотите получить удовольствие от этой пищи. Вам она должна приносить не только, если мы посмотрим немножко выше на эту историю удовольствия, но и пользу. И мы все знаем, что самое полезное, это контролировать жиры и не давать жирам, так сказать, увеличиваться. Полезно не употреблять консерванты, всякие разные, вы знаете, это и без меня прекрасно, всякие разные полуфабрикаты, напичканные, всякое, это все даже не обсуждается. Возьмем обычную домашнюю кухню вашу. Вашу вареную гречку, рис, курочку, котлету, хлебушек, супчик, компотик, и булочка с любовью от супруги или бабушки, приготовленная совсем абсолютно объемом страха. Вот просто вот. Вас супруга любит, и она вам делает пельмени домашние. Вас мама любит, и она жарит вам картошку. Мы не будем даже забегать далеко. Вы все знаете, что домашняя кухня это самое полезное, самое лучшее, что может быть. Значит, вы все знаете, что на жирах нужно немножечко свой пыл поубавить, и постное это хорошо, потому что оно не повышает холестерин. Вот здесь я хочу заострить ваше внимание. То, чтобы даже постное, а просто даже домашняя кухня, или просто любое блюдо, которое не супер жирное, как, например, вот это вот самоубийство типа яиц, или самоубийство в квадрате в виде сала, которое в абсолют возведенное, жирное, которое для вас является мега опасным. Вот смотрите, какая штука. Когда ты съедаешь какой-то продукт, который ты потащил в рот, что происходит в твоем организме? В твоем организме каждый раз задача стоит у внутренних органов получить максимум энергии, максимум пользы от съеденого. И вот здесь, смотрите, самая важная шкала, которую вы должны понять. Ты кушаешь, вот у тебя, да, здесь вот глюкоза в порядке, в норме, но у тебя глюкоза абсолютно, да, вот тут даже чуть-чуть, можно сказать, опустилась, тебе захотелось есть. Ты ешь, у тебя повышается уровень глюкозы, вслед за ним повышается уровень инсулина, чтобы глюкоза слишком высоко не подлетала, и дальше ты снова ешь, снова инсулин, снова ешь, снова инсулин. Вот это вот ваш очень важный орган, большая часть людей, которых в упор не понимает, как это работает, после того, как вы съели, и ваша пища попала к вам в ваш желудок, и была предпереварена, и подготовлена для усваивания, дальше эта пища, которая вот через нижний сфинктер проходит тонкий кишечник, должна дать вам энергию, и она очень быстро, эта пища дает вам энергию, после того, как она из желудка попадает в ваш тонкий кишечник. И дальше роль, которую выполняет орган, который называется, ребята, поджелудочная железа, поджелудочная железа, она находится чуть-чуть ниже по ходу пьесы вашего желудка, то есть у вас, после того, как вы съели, прожевали, проглотили, ваш желудок соляной кислотой преподготовил и пошло в тонкий кишечник, вот отсюда дальше начинается этот путь тонкого кишечника. И ваша, значит, поджелудочная находится прямо-прямо на вот этом месте, где она вырабатывает специфические энзимы, ферменты, которые, во-первых, ощелачивают с единой евами, потому что, еще раз, желудок, это PH 1,5, а тонкий кишечник, это PH 4,5. Ощелоченным должен быть тонкий кишечник, это важно, если ты получишь всю эту кислоту из желудка, и она не будет ощелочена, значит, в тонком кишечнике ты уничтожишь себе кишечник. Нельзя иметь крепкий PH в кишечнике, многие об этом даже не задумываются, даже не понимают. Во рту PH 6,5, в пищеводе PH нейтральный, в желудке PH 1,5-2, в тонком кишечнике PH уже ощелоченный. Откуда он там берется? Благодаря вашей замечательной поджелудочной. И дальше у вас, смотрите, ваша печень вместе с желудочным, ваша поджелудочная вместе с ее перчеварительными зимами, все это дает тебе возможность усваивать твою пищу. И вот здесь я хочу заострить ваше внимание. Вырабатывает ваше поджелудочное, у нее есть несколько функций, эндокринная и экзокринная. Эндокринная это выработка инсулина, который вот в этой схеме вам показывает, да, вы поели, инсулин связал уровень глюкозы, и эта глюкоза не пошла дальше по вашему кровотоку, пошла в клетку. Смотрите, вот так выглядит связанная глюкоза вашим инсулином, которая транспортируется к рецептору мышечной или любой другой клетки, где эта глюкоза должна послужить верной службой. Она должна пройти через вот эту мембрану, отдав сигнал вот этому рецептору, что ее нужно пустить вовнутрь, и она должна отдать свою энергию. Она должна отдать вот эту энергию глюкоза в вашу клетку. И вот здесь самая главная ошибка опасная, здесь самая главная переменная, здесь самая главная острая история, которую большая часть людей, к сожалению, не понимают. Ваша энергия, которая принеслась сюда на прекрасном, значит, так сказать, фоне транспортного гормона инсулина, не будет транспортирована в вашу клетку, и ваша клетка, по сути, останется голодной, если можно это так назвать, и будет транспортирована в жир. А почему вот здесь гигантская дается история, как затор, как пробка? Потому что у вас слишком много этого инсулина, слишком много этой глюкозы, и рецептор уже не реагирует. Вот это называется инсулиновая резистентность. Рецептор не реагирует на инсулин. Он не может так часто, так регулярно отвечать, скажем, четкостью своей работы, на инсулин его слишком много. А почему его слишком много, вы спросите? Потому что, ребята, у нас с вами классическая домашняя история, или классическое в принципе меню. Прием пищи, гигантский лошадиный объем углеводов попадает в рацион энергии. Гигантский, и каждый всплеск, каждый прием пищи, это огромный скачок в твоем организме энергии, которую куда-то нужно деть. Понимаете? Если у вас в теле, вот здесь очень важный момент, есть главная транспортная артерия, да, ваша кровенесущая система вся, вы все прекрасно знаете, что у вас 5-6 литров крови в организме, и в любой момент в вашем организме, если мы возьмем за средний знаменатель, какое количество сахара прибывает, еще раз, какое количество сахара в вашем организме, вашей крови для работы вашего головного мозга, мы все с вами знаем, что значит сахар нужен вашему мозгу, вы все слышали, что сахар нужен вашему мозгу, и вы все знаете, что немножечко сахара попускает, отпускает и улучшает работу мозга, и когда вы готовитесь к экзаменам, вы знаете, что если вы съедите чуть-чуть молочной шоколадки, скорее всего вы начнете даже лучше думать о Минк-Педаз, дальше начнется сонливость. Так вот, смотрите, какая штука. Глюкоза или сахар, который в вашей крови присутствует, и это факт, научно доказанный, глюкоза присутствует в вашей крови в концентрации одна, одна, одна чайная ложка на 5 литров крови. На 5 литров крови в вашем организме присутствует одна чайная ложка. Не больше, не меньше. В стандартном формате, когда вы не едите, ваше тело должно поддерживать работой этого органа, который называется поджелудочная, уровень глюкозы. И уровень глюкозы, если мы с вами возьмем за норму в 5,5 единиц, вот здесь вот уровень глюкозы в 5,5 единиц, как норма, если мы его возьмем, да, вот здесь он находится, в середине шкалы, то ваша поджелудочная должна выполнить свою важную эволюционную функцию. Когда вы не едите, и у вас начинается крах глюкозы в организме, и вам становится плохо, голодно, и кружится голова, ваша поджелудочная должна выработать такой гормон, который называется глюкогон. Гормон, который называется глюкогон. Значит, глюкогон, который вырабатывается в вашей поджелудочной, даст возможность вашему организму получить энергию, которая кроется в гликогене печени. То есть, у вас есть очень много автономной энергии, которую ваше тело может раскрыть специальным ключом, который называется глюкогон. И ваше поджелудочное должно выработать этот важный, высвобождающий уровень энергии в вашем организме, значит, гормон, но оно этого не делает. Оно этого не делает, и у вас крах уровня глюкозы, крах, вы пробиваете нижний пол, да, к соседям снизу, и у вас падает уровень глюкозы, когда вы не едите, и вы чувствуете все прекрасные. Значит, гипо, значит, у вас есть гипогликемия, и вот это вот гипогликемия, это вот прекраснейший, абсолютно замечательнейший гипогликемия, да, симптомы гипогликемии. Дрожь, потливость, значит, панический страх, головокружение, чувство голода, раздражительность, головная боль, слабость, утомляемость, падающее зрение, сердцебиение в космос, все замечательнейшие симптомы гипогликемии, падающего уровня глюкозы в вашем организме. И падающий уровень глюкозы в твоем организме заставляет тебя поесть, чтобы его нормализовать. И мы с вами в основном, когда едим, да, вот если я вам сейчас просто напишу чисто ради интереса в гугл, еда, например, да, я напишу просто еда в гугл. Что мне покажет гугл на предмет еды? Мы открываем просто первую попавшуюся фотографию. Что вы видите? Бутерброд. Что я вижу? Я вижу здесь 60% углеводов. Я не вижу здесь бутерброд. Следующая фотография. Что мы здесь видим? Овощи, хорошая тарелка. Что я вижу здесь? Рис, большая часть калорий, это крахмалистая, которая даст вам всплеск глюкозы, поднимет глюкозу до безумия. Что вы здесь видите? Промокашка для некачественного жира. Высокое количество крахмала картофельного. Что мы видим на этой фотографии? Мы видим картошку, бургеры. Мы видим здесь классические хот-доги. Что мы видим? Шаурма. Что мы видим? Еще раз картошка, бургеры. Это сносно. Что мы видим? По запросу еда в гугл вы видите вот такую какую-то помойку, простите, пожалуйста. И вот это помойка, ребята. Это классический пример, почему ты всегда переполучаешь количество энергии при приеме пищи и почему твоя поджелудочная работает сверхурочно для связывания безумного объема глюкозы и она практически никогда не работает по выработке глюкогона. То есть глюкозу, чтобы она не пробила верхний потолок, связывает инсулин, а чтобы глюкоза не пробила нижний пол, а ее должно связывать глюкогоном. Но вы здесь слишком часто, слишком много. у вас слишком много глюкозы. История с одной чайной ложкой в день глюкозы, которая нужна вам, превращается прекрасно в 15 чайных ложек среднестатистический показатель развитого человека на западе, понимаете, который потребляет 15 чайных ложек сахара в перерасчете этой энергии. Что-то из картошки, что-то из хлеба, что-то из макарон, что-то из пиццы, что-то из пасты, что-то откуда-то приходит постоянно. И вот эта глюкоза, которую вы получаете, приходит в размере в среднем 15 ложек, обычно даже больше. Дальше вот эти скачки глюкозы, они настолько часты и настолько нагрузка на поджелудочную и по итогу связанной инсулины, которого много, так много, что у вас развивается вот это замечательное расстройство. Когда вы едите еду, которая связана вашей поджелудочной и вашей глюкозой инсулином, инсулин этот не может транспортироваться, вот как здесь вы видите, оп, оп, и не открывается, мембрана не открывается, он не проходит. И дальше ваша связанная энергия, которую вы получили из пищи, может отправиться только в одно депо. Это одно депо, которое у вас присутствует в безлимитном, в безлимитном объеме. Есть одно депо в вашем организме, которое готово принять бесконечное количество энергии. Как это депо называется? Жировые ваши прекрасные депозиты. Ваши жировые прекрасные депозиты готовы принять ваше вот это вот количество энергии в организме столько, сколько ты съешь. Вот ты можешь вожрать себя в могилу. Так и большая часть людей современных поступает. Главные убийцы современного человека какие? Я всегда вам даю этот пример. прекраснейшее, красивейшее блюдо, которое хочется выжрать просто до дна и запить этой сладкой кока-колы и еще мороженое рожок съесть, например. Значит, пишу главные главные убийцы современного человека. Главные убийцы современного человека значит это ишемические болезни сердца. Первое место. Второе место. Рак. И третье место. Инсульт. Три главных убийцы современного человека. Рак, инсульт, ишемические болезни сердца. Откуда они берутся? Они берутся, ребята, из вот этого старта, который мы только что с вами обсудили. Переизбыток энергии, который не попадает в клетку. Развивающаяся инсулиновая резистентность. Ты ешь, связанная энергия не попадает в клетку, отправляются в жировые депо, жировые депо увеличиваются, и дальше с этим связанные проблемы называются метаболический синдром. И дальше вот эта история, ты же не просто поел дальше, ты снова голод, и ты снова ешь, и метаболический синдром приводит, я сейчас вас попрошу особо, значит, таких вот чувствительных не смотреть, да, послушайте просто, не смотреть и послушайте, обязательно поставить палец наверх, всех попрошу, кто нас сейчас смотрит, в прямом эфире выходят наши выпуски, вживую всегда выходят наши общения, в один дубль мы работаем в прямом эфире, ребята, пожалуйста, поддержите подпиской, и обязательно поддержите лайком, так вот, я вам сейчас покажу вскрытие трупа, где вы увидите в бывшем уже настоящей, это не картинка, это не схема, как откладывается жир у человека, который любил покушать обычную кухню, домашняя обычная кухня, как откладывается жир, в каких местах откладывается этот жир, и какие вопросы он у нас с вами возникает, вот это жировое значит депо, вот это человек здоровый, прекрасный, вот у нас висцеральный жир, который у нас с вами откладывается во внутренних органах, и вот это живой человек, вот здесь вы видите в этой всей истории значит следующую очень важную картину, вот эти желтые складки, это настоящий жир когда-то в бывшем живого человека, которые полностью все внутренние органы закрывают, и терминально ожиревшая печень, которая не может свою структуру уже больше вобрать, отдельный кредит нашему прекрасному каналу называется The Anatomy Lab, значит вот так вы поднимаете складки сала, которые видите как нарастают, посмотрите на эти складки, они нарастают как вереница, посмотрите на это, зарастая в кишечник все внутренние органы, посмотрите на это, это живое сало настоящее, человека это висцеральный жир, который переизбыток получал энергии, а вот за этим карманом, просто посмотрите, вот здесь должно быть сердце, но его даже нет, ты не видишь это сердце, так как оно находится в холестериновом кармане, который закупировал полностью все, что только можно, и вот этот холестериновый карман, который вы видите, я вам еще раз покажу, чтобы вы поняли, ребята, насколько это важно, насколько это настоящий холестериновый жировой карман, который образуется вокруг сердца не от хорошей жизни, не потому, что человек, да, значит, был какой-то неприятный, еще какой-то там, да, не потому, что вашего организма было все так легко и просто ему все давалось, этот карман, значит, жировой, образуется из-за переизбытка той самой энергии, о которой я с вами сейчас говорю, и если мы с вами понимаем, что переизбыток энергии может быть контролирован, то почему бы не сделать этот контроль уже сейчас, значит, смотрите, еще раз, вот это, да, ваше жировое отложение, наш с вами замечательный лектор, смотрите, сальные депозиты, которые переплетают внутренние органы и ваш кишечник, посмотрите, здесь должен быть кишечник, вы даже не видите кишечник этого человека, вы видите только вот эти желтые кружева, которые окружают прекрасно внутренние органы и полностью парализуют их работу, вот здесь была поджелудочная где-то, которая не видна, посмотрите на это, вот этот карман был сердцем, вот этот карман был сердцем когда-то, И там внутри есть сердце, которое полностью парализовано, но не может работать, так как оно полностью утоплено в этом висцеральном жире и в холестерине. Так вот теперь вопрос. Неужели эти жировые депозиты были вызваны у этого человека яичницей, жирным продуктом, который содержит холестерин? Неужели эти все жировые депозиты были вызваны у этого человека салом, которое в абсолют возведено как самый жирный, один из самых жирных продуктов, то есть более жирное, чем сало? Ну вы можете только пить из горла оливковое масло, например. Давайте сейчас мы разберемся. Вы уже поняли, что съеденная энергия, которая будет отправлена вашей поджелудочной в никакое другое место, кроме жирового депо, не может быть реализована. Потому что вы потребляете в день не одну чайную ложку, которая необходима вашему мозгу в виде глюкозы, а 15 чайных ложек, которые вы потребляете в день. И дальше эта энергия должна быть куда-то отправлена. И куда отправляется ваша энергия? Вы видите, только что я вам показал, в бывшем живого человека эта энергия отправляется в жировой, вот терминальное ожирение печени, которое вы видите на этом пациенте, в бывшем пациенте. Кадавр называется на английском. Это тело, это труп. И дальше вы видите, вот, пожалуйста, еще один пример. Это вот у нас подсушенный такой, да, гражданин в прошлом. Подсушенный гражданин, который показывает вам, как выглядит увеличенная печень у этого человека, которая в три раза больше, чем она должна быть. Ведь вот эта терминально ожиревшая печень трупа, которая увеличена из-за калорийного переизбытка, калорийный переизбыток, позволил этому человеку вырастить печень в три раза больше, чем она должна быть. И парализовал работу этой печени. Если вы посмотрите на ее структуру, ваша печень должна весить кило-кило-триста. Но она весит у нас 3-3-800. И вот эта печень, она в свою структуру первая вбирает вот этот жир, который увеличивает, парализует ее работу. Когда этот жир увеличивается в объеме в структуре печени, он нарушает ее работу. И вот здесь самое важное, что вы должны понять. Ваша печень, это может быть схема, это вот у вас труп с вот этой в три раза увеличенной печенью. Вот у вас еще раз схематическое изображение. Посмотрите, пожалуйста, на печень этого мертвого человека, который вам показывает своим жалким примером. Вот это живой жир, который у вас в виде кружев, кружева настоящие. Сало и жира отложены за полностью парализованное сердце. Еще раз мешок, в котором жир парализовал сердце человека. Терминально увеличенная печень. Увеличено ли это количество жира из-за того, что человек ел больше углеводистых продуктов или он ел больше жировых продуктов? Давайте ответим на этот вопрос. Человек ел, скорее всего, вы все понимаете прекрасно, сало в огромных количествах, которое приносило ему холестерин, который парализовал полностью. Но, к сожалению, ответ именно противоположный. И человек не ел отдельно и в чистом виде сахар, потому что это слабоумие. Человек не ел сахар. Человек, которого вы видите на столе на вскрытии, получал стандартную, это называется Standard American Diet или Sad Diet. Значит, стандартная западная диета. Стандартная западная диета подразумевает вот такое распределение ваших. И большая часть из вас кушают до сих пор и каждый божий день вот так. 62% у вас на углеводы, 25% у вас на жиры и 10% у вас на белок. Что дает вам в суммарном перерасчете вашу дневную калорийную потребительность, которую вы должны дальше использовать для энергии. И вот это главная проблема. Вы даже не задумывайтесь. Вот это стандартный 60-70%. Еще раз, если я напишу в гугл запрос еда, если я напишу в гугл, я просто открою первые картинки, которые попадаются. Бутерброды, суши, блинчики, какой-то вареный лук, тортики, какие-то сладости. Что-то, что я открою в рамках моего запроса еда в гугл. 70% калорий, которые мне будут предложены даже по запросу домашняя еда. Даже по запросу, внимательно, ребята, домашняя еда, которая вам кажется, что это просто прям прекрасно и полезно. Оладушки, блинчики, яичница, хлеб, картошка. Стандартное вот это вот то, что мы с вами, наверное, квинтэссенциально подразумеваем с полезным питанием. Что вы видите на этой тарелке? Вы видите суп, который вы все знаете полезен для живота. Вы видите пюре и вы видите отбивную. Вы видите хлеб, который мы съедим с этим супом. Вы видите какой-то салат из свеклы, который мы здесь потребим вместе с пюре. И вы видите сладкий компот. Дальше у нас последует к этому какая-то булочка, скорее всего, на сладкий стол. Может быть, без булочки. Вот это стандартная, правильная домашняя кухня. Или меню хорошей столовой, где нормальная повариха. Что вы видите, как человек, который не занимается с вопросами здоровья на этой тарелке? Вы видите здоровье, вы видите любовь. Вы видите домашний формат питания. Не так ли? Вы видите домашний формат питания. Вы понимаете, что суп полезен для живота. Вы понимаете, что это нормальная сбалансированная пища, которая даст тебе возможность получить калории и пользу. Но я вижу на этой тарелке глубокое заблуждение. Рассказываю почему. Суп, который вы видите здесь с макаронами и картофелем, даст вам жидкость, которая в первую очередь поднимет pH вашего желудка, когда вы будете пытаться переваривать. Не вы, а безусловный рефлекс пытаться переваривать съеденное. Этот суп только поднимет pH и затруднит переваривание. Но в свою очередь вы будете чувствовать сытость дольше. Это такой фокус, который мы с вами видим всегда в домашней кухне. Чем больше жидкости, тем выше pH. Чем выше pH, тем больше желудок полон. Тем дольше чувство отсутствия голода. Суп с картофелем и макаронами, который вы здесь видите, даст вам возможность получить быстро усваивающиеся калории. На 90% приходящие из углеводов. Картофель в отварной имеет гликемию 90. На секундочку. Гликемический индекс сахара. Вы все знаете, что сахар это плохо. Вы все слышали, что сахар это белая смерть. Вы все наслышаны о том, что сахар зло. Но, когда мы с вами смотрим на эту тарелку, мы видим, прошу, пожалуйста, отварной картофель и пюре. У картофеля, как у крахмалистого продукта, возведенного в абсолют, гликемический индекс 94. Гликемический индекс 104. Глюкоза чистая. Гликемический индекс 100. А сахар какие-то жалкие 58-62. Если вы возьмете тростниковый сахар, который мы все слышали, как бы полезен. У него гликемия в районе 52-50. Обычный сахар даст вам гликемический индекс. Внимательно. 58. Тростниковый, кокосовый немного ниже. А картофель при этом выносит двери ногой. 95. Скорость поднятия глюкозы от вашего картофеля в абсолют возведена. Вареные макароны, картофель, рис. Это всегда в абсолют возведенные цифры по гликемии. И теперь мы имеем. Первое блюдо. Вода с небольшим количеством жира. С гигантским количеством калорий из картофеля. Ну как гигантским. Не то, что гигантским, но высочайшая гликемия на пустой желудок. Этот картофель плюс эти макароны. Что является что у нас? Тесто из белой муки. Которое гликемия 75. Вы съели, заели чем? Хлебом. Хлеб на тарелке здесь. Два куска. Что это такое? Гликемия 70+. Выше, чем у глюкозы сразу. Простите, выше, чем у сахара. Вашего замечательного хлеба вместе с вареным картофелем. Гликемия выше, чем у сахара. Пожалуйста, прошу пальцем наверх поддержать всех, кто нас смотрит. Ваше здоровье всегда мой тотальнейший приоритет. Ребята, всех, кто нас сейчас смотрит. И все тех, ребят, которые ценят свое здоровье. Я прошу подписываться в YouTube под видео. Пожалуйста, вы смотрите нас сейчас. Вы можете нажать три точечки сверху на вашем прекрасном устройстве мобильном. Выскочит меню, поставить палец и подписаться. Потому что все ваше здоровье только в ваших руках. В Instagram точно такая же просьба подписаться. Так вот, смотрите, ваша картошечка и хлебушек дадут вам 90% этих калорий из углеводов. Дальше пошла ваша пюрешка с подливкой и кусок мяса. Что вы получаете из этого приема пищи? Вы получаете какое-то количество калорий из мяса. Если это свинина или это говядина, телятина, баранина. Вы получите грамм 250 мяса, из которого вы получите калорий 300-350. Из них вы получите белка где-то грамм из 200-250 грамм. При 50 грамм белка вы получите. Вы получите какое-то количество жира, грамм 12-14. И вместе с этим вы прекрасно все это заедите картошкой. И салат из свеклы. Вы знаете, что в салатах свеклы? Вареная свекла имеет гликемию сумасшедшую. Кто-либо знает, откуда классический сахар из сахарной свеклы? Вот здесь, пожалуйста, отваренная свекла, которую мы также... Салат шуба, который мы добавляем. Сахарная свекла это один из тех продуктов, которые следует избегать. В особенно в отварном виде, как и картофель, умножается в три раза гликемия. И у вас картошка гликемия 95, свекла космос, хлеб космос, вареные макароны с картофелем, где-то какой-то кусок мяса и дальше запить сладким компотом. Вот ваш прекраснейший, замечательный пример домашнего приема пищи. Что происходит с вашей глюкозой и уровнем, который вот по вот такой, даже еще хуже пропорции на углеводы 70-80% придется здесь. Дальше, что происходит после того, как вы съели это домашний прием пищи с вашим телом? Ваше тело понимает. Так, мы получили. И вот этот прием пищи, обед классический, который идет, титаническое увеличение глюкозы уровня, титаническое увеличение уровня глюкозы, еще раз, которое ваше поджелудочное должно связать. И дальше мы начинаем с вами классическую схему. Ваша поджелудочная должна связать уровень невменяемой количества глюкозы, огромное количество инсулина. Все это дело связывает этот уровень глюкозы очень удачно и отправляет его куда? В клетку. Клетка, естественно, из-за того, что она резистентна к инсулину, так как его слишком много, не может его принять. И вы дальше кормите по вот этой схеме прекрасно. Поели инсулин, клетка не принимает, в жировое депо, через полтора-два часа снова голод, хотя вы потребили 2000 калорий, которых вам должно хватить на целый день. Вот это называется классическая схема инсулиновой резистентности. Еда, инсулина много, потому что углеводистая пища, отправили в сало, сало вам не дает энергию. Сейчас эта энергия на потом, а вам нужна энергия сейчас. И ваша клетка, которая недополучила вот эту энергию, пожалуйста, ваша клетка, которая получила сигнал, но не распознала его, и остается голодная ваша клетка. Из-за чего через час-полтора, ну хоть какое-то, конечно же, количество глюкозы попадет в вашу клетку, ну больше часа уйдет в сало. И вы понимаете, что вот это сало, оно может бесконечно накапливаться. Я вот вам показываю холестериновый мешок вокруг сердца, полностью ожиревшая печень, полностью пропитанная салом, жиром, вся внутрянка. Вот у вас труп, пожалуйста, жировой гепатоз печени. Вот у вас, значит, пожалуйста, примеры прекраснейшие. Показываю. Вот это печень, да, вынутая из организма человека с циррозом. В три раза увеличенная, пожалуйста, опухоль раковая на этой печени. Прекраснейшим образом, абсолютно выглядящая. И вот тут у нас есть целый набор печенок, ребята. Это я все изучаю, постоянно пытаясь для вас донести всю эту пользу, весь смысл. Так вот, смотрите, какая штука. Когда вот этот уровень глюкозы, который вы потребили, он был связан вашим инсулином. И куда? В жир оно. Какой жир? Какой жир? В какой жир в первую очередь отойдет ваша история с вашей связанной энергией? Печень. Большая часть людей не знают, что после приема пищи, когда вот этот скачок глюкозы был связан с инсулином, в первую очередь, куда уйдет жировые отложения? Вашу печенку. И когда ваша печень, а она первая, кто жиреет, из-за... не нужно долго и не нужно много. Буквально полгода пренебрежения вашим питанием позволит вашей печени вобрать в свой состав, еще раз, печень здорового взрослого человека, кило-кило-триста. До печень, увеличенная терминально, это 3-3-900. Печень терминально очень быстро жиреет. За полгода вы получаете гарантированно жировую печень, если у вас калорийный переизбыток. И дальше эта печень не справляется с одной из главных своих функций. А главное, у печени более 500 функций. Одна из функций печени, барабанная дробь, ради чего начиналось это видео? Показать вам, что с холестерином. Показать вам, откуда он берется. Ваша печень производит холестерин. Ваша печень... Значит, liver cholesterol production. Pro-да-к-шен. Если сейчас найду вам слайд, покажу. Значит, ваша печень производит холестерин, так как холестерин категорически необратимо важен для вашего организма. И ваша история с вашей печенью должна выглядеть так. Печень производит в день от общего объема холестерина 90% от физиологических особенностей ваших, от вашей расы, от вашего возраста, веса, пола. Зависит 80-90% всего холестерина, который вы в день в организме получаете. Значит, будет его производить ваша печень. И проблема с этим холестерином начинает образовываться в вашем организме только тогда, когда его слишком много. Вот это классическое закупоривание сосуда, накапливающимся холестерином. Значит, вот это образование бляшек, образование тромбов становится это реальной проблемой тогда, когда у вас холестерина слишком много. И много его становится не потому, что ты ешь больше жирных продуктов, а много его становится потому, что печень, которая имеет свою задачу каждый день производить X объем этого холестерина. Она производит X объем холестерина, а излишек этой истории с холестерином должна утилизироваться и метаболизироваться печенью. Но она этого не делает. Потому что она ожиревшая, терминальное печеночное ожирение за полгода достижимое калорийным избытком. Вы уже поняли, в таком формате питания, когда у вас всегда переизбыток углеводов, достигается даже быстрее, чем за полгода. Дальше печень производит холестерин, не метаболизирует холестерин, и мы его пытаемся с вами контролировать, этот холестерин. Понимаете, в чем самая грусть этого процесса? Чем хуже твой холестерин, тем больше ты избегаешь жирного. Чем больше ты избегаешь жирного, тем больше тебе нужно есть углеводисто-белкового, потому что тебе же нужно по-прежнему кушать, правильно? Тебе нужно есть, естественно. Вы же не хотите чувствовать себя голодным. Никто не хочет себя чувствовать голодным. Поэтому вы продолжаете есть в таком ключе. Ваша классическая домашняя кухня, ваша пюрешечка, ваша картошечка, ваше мясо, вся история. Домашний пример кухни, пожалуйста. Какая-то котлета, какая-то история. Курица, беляши, пельмени, колбасы, прочая история. И ты дальше потребляешь все эти замечательные продукты. Смотрите, что может быть лучше, чем картофельное рагу с мясом? Это же божественно. Супруга приготовила с хлебушком съесть за милую душу. И ты думаешь, так, у меня холестерин, мы возьмем постное мясо. И у вас здесь может быть свининка постная, у вас может быть там курица постная, и ваша картошка, и вы без хлеба, например, едите, потому что вы не хотите, у вас уже проблемы с холестерином. Но вы усугубляете только этот вопрос, потому что вы продолжаете потреблять углеводы, и углеводы связывают с инсулином. Инсулин отправляется прекраснейшим образом в его исконную, скажем, крестовую походы, в его исконную. Он должен ваши клетки питать, но он не может это сделать, так как у вас резистентность. И дальше печень принимает часть этой энергии в виде жира, и дальше печень уже терминально жиревшая, не может, и у вас накапливается ваш прекрасно висцеральный подкожный жир, который мы с вами уже обсудили, как это выглядит в вашем схематозе. Вот так, пожалуйста, я вам покажу, как выглядит, значит, ваш желудок. Это настоящий человеческий желудок. Видите, такие стеночки прекрасные. Вот он вам помогает припередваривать. Очень хорошо и качественно. Опять же, credit to anatomy labs. Очень хорошо. И вот здесь, ребята, мы с вами понимаем, что избегать жирного, и дальше продолжать углеводистая, и в калорийном избытке, это билет в один конец. Печень должна начать метаболизировать ваш холестерин. Если она не начнет метаболизировать ваш холестерин, вы сядете на статины, которые имеют, в свою очередь, ряд побочек, и которые вам замаскируют вопрос плохого холестерина на какое-то время. Но вы по-прежнему продолжаете жить в метаболическом синдроме. Метаболический синдром, ребята, это наши кто? Все главные остальные убийцы. Вы, может быть, выйдете из проблемы холестерина, на какой-то кромежуток времени, короткий. Но метаболический синдром, это же не только вопрос холестерина. Это ишемические болезни сердца? Ну, возможно. Значит, плохой и хороший холестерин, дальше повышенное артериальное давление, диабет второго типа и первого типа, ожирение печени, поликистоз, рак, и диабет третьего типа, так называемый, наш с вами, деменция. Вот это все прекрасные, шикарнейшие вместе с инсультом, связанные, ассоциируемые с метаболическим синдромом отклонения. То есть вы едите в домашнюю кухню, у вас есть лишний вес, у вас ожиревшая печень, вы избегаете жирного, вы берете статины, чтобы не было проблемами холестерина. И дальше получается, что ты нарываешься? На рак. Ты нарываешься на классическую онкологию. А рак, я только делал вам видео, Что обожает рак? Рак обожает глюкозу. Раковая клетка не имеет такой же, как здоровая клетка, обмен веществ. Метахондрия, то есть двигатель дизельный клетки вашей, он мутирует, когда она превращается в раковую клетку. Раковая клетка не нуждается в кислороде, в отличие от ваших клеток здоровых. Раковая клетка не имеет так называемого апоптоусис, процесс, который так называемый режим отмирания ненужных клеток. Апоптоусис это режим, в котором ваша клетка имеет запрограммированный ДНК код. если идет что-то не так с клеткой, если что-то идет в какой-то момент не туда, клетка самоуничтожается, здоровая клетка, а раковая клетка не уничтожается, они размножаются делением, они поражают метастазами ближайшие клетки, прорастают через внутренние органы и не требуют кислорода и не склонны к самоубийству, к которому склонны любые клетки и против раковых клеток беспомощны Т-клетки, которые должны выискивать патогены в вашем организме, которые относятся к части ваших лейкоцитов, они беспомощны к ним. То есть, ваш рак это мутированная клетка, которая не нуждается в кислороде, обожает сахар, метаболизирует за счет энергию, за счет значит ферментации и у нее процесс этот сам с собой завязан. Он не требует кислорода, он требует от вас только продолжать жить так, как вы жили до этого, а вы продолжаете жить, как вы жили до этого. Потому что ни один раковый больной, которого я консультировал за все мои 10 лет практики, ни разу мне не сказал, что его онколог или хирург, который удалял ему рак, любой, возьмите, пожалуйста, истории, контролировать питание и уйти напрочь со всех источников сахара и глюкозы. Ваш рак скажет вам огромное спасибо, если вы продолжите жить с вот этим БЖУ распределением. БЖУ распределение, где 60-70% на углеводы будут продолжать кормить ваш рак, а вы по-прежнему на статинах. И вы как бы на статинах с мыслью о том, что я же понижаю холестерин, избегаете жирного, у вас рак просто торжествует. И так часто мы видим диагностированные терминальные стадии рака, в которых мы единственное, что можем сделать, это дать обезболивающее человеку, чтобы он умер не в диких муках, а то, что нужно было сделать, изначально, нужно было поменять, скорректировать ваше отношение к вашему телу, скорректировать систему еды, чтобы убрать часть углеводов, чтобы уйти с метаболического синдрома, лишить рак возможности питаться, чтобы укрепить вашу иммунную систему и выйти из инсулиновой резистентности, разгрузить вашу печень и в обратку, чтобы размотать весь процесс, о котором я сегодня весь день с вами беседую, и вся лекция, что наше идет в виде подкаста вживую, который, надеюсь, вы поддержали пальцем наверх и подписались, потому что вы все хотите жить долго, вы все хотите жить с умом и с расстановкой, если вы хотите жить с умом и расстановкой, вам нужно правило пользования, вы покупая iPad не забиваете им гвозди, вы знаете, что им нужно пользоваться определенным образом, вот точно так же с нашим телом, вы должны знать, как им пользоваться, прошу поддержать подпиской и пальцем наверх. Так вот, в смысле, когда вы контролируете ваши объемы калорий, сколько вы едите, когда вы едите, что вы едите, насколько вы активны, и вот здесь вступает в роль самый главный секрет, когда вы думаете, что домашняя кухня это так полезно, когда это не полезно. Домашняя кухня это инструмент, который помогает накормить как можно больше ртов за как можно меньшее количество денег, но она при небольших модернизациях дается прекрасному улучшению в сторону здоровья. то есть если вы возьмете прекрасно ваш вот этот, да, формат какого-то картофельного рагу, возьмите вареники, пельмени, возьмите любую домашнюю кухню, что вы из этого возьмете для себя, вот с этого штула, что бы я для себя взял. Домашняя колбаса с удовольствием, тушеная капуста без проблем, оладушки, конечно нет, вареники конечно нет, потому что высокая гликемия и тесто, так как в тесте высокий гликемический индекс. Значит, что бы я не брал, конечно же картофель я бы не брал, но я бы взял котлету, конечно же я бы не ел вот эту картошку, но съел бы мясо, конечно же из вот этого всего я съел бы все эти яйца с этими прекрасными желтками, я бы съел прекрасно все вот это мясо и грибы, но без картофеля, я бы съел всегда, возвращаясь к началу любое количество яиц любое количество сала любое количество белка которые я смогу найти масло да без проблем никаких ограничений в этом нет что дает тебе свою очередь запомните пожалуйста это на всю вашу жизнь чем больше контроль надо составлением вашего меню то я не прошу вас бегать с весами не нужно запомните простую скороговорку или такую знаете как шла саша по шоссе и сосала сушку запомните мясо рыба овощи орехи семена сыры запомните мясо рыба овощи орехи семена сыры запомните мясо рыба овощи орехи семена сыры повторяйте мясо рыба овощи орехи семена сыры это ваши продукты которые вы каждый день преследуете как основу ваших энергетических источников ваш основной прям пищи мясо салат на десерт хотите да ради всего святого пожалуйста под роликом и найдете телеграм там ссылка на мой телеграмм на супруги моей телеграмм масса вкуснейших шикарнейших рецептов которые дадут вам бесконечное количество и вкусностей от кето тирамису прекраснейших до рогаликов печенье все что вы хотите ваша сладкая любовь будет удовлетворена без самая главная задача составить меню таким образом чтобы мы не видели вот этого вот когда вы едите в космос глюкоза вслед за не инсулин в космос глюкоза вслед за не инсулин задача моя чтобы ваш прием каждой пищи когда вы его осознанно составляете выглядел примерно вот так когда вы не едите у вас базовый уровень глюкозы вот здесь вот так до базовый уровень глюкозы а когда вы поели чтобы у вас небольшой был всплеск небольшой всплеск глюкозы был потому что он по-любому будет и он даст вам энергию какое-то время и дальше он вернется в базу и будет дальше давать вам внимательно энергию в кишечнике то есть когда ты перевариваешь долгое время съеденный кусочек мяса с салатом из капусты ты будешь иметь аминокислоты и энергию часов восемь но твой уровень глюкозы будет под контролем но если ты съешь пельмень вареник беляш картошку то у тебя уровень энергии вот так выстреливает в космос и дальше падает в преисподнюю и дальше ты чувствуешь слабость и у тебя все прекраснейшие замечательнейшие абсолютно потрясающие классические признаки гипогликемии после того как ваш углеводистый прием пищи перестал давать вам глюкозу сахар мы видим опять глюкоза падает у нас с вами головокружение потливость раздражительность хочется есть поубивать всех вокруг и после еды сонливость это ваш прекрасный показатель того что вы перебираете углеводов и ваше тело работает сверхурочно если вы сидите кусочек мяса и заедите его салатиком вы получите до сплеск глюкозы но аминокислоты и эти жиры которые будут давать вам энергию будут давать вам энергию часов восемь они через полтора часа снова жрать и начинается вот это танго вы помните танго мы вечером идем к холодильнику открываем чего там есть здравствуйте добрый вечер ничего не интересно закрываем идем дальше посидеть через полчаса снова уже стандарты немножко наши отбора падают и собственно вот это вот позавчерашняя не так уж и мерзостно выглядит давайте давайте разогреем давайте вот так это выглядит вы перебираете углеводов жиреет печень она не метаболизирует ваш холестерин холестерин становится проблемой вы садитесь на статины а здесь задней двери кувалдой вам вы приходит рак вы связываете с татинами и дальше приходит эшемическая болезнь сердца которая по-любому было уже так сказать необратимо или например рак по-женски рак по-мужски то есть вы не можете я всегда даю вам такую метафору если вас сходила собачка по большой нужде если ваша собачка сходила по большой нужде посреди вашей комнаты вы не застилаете вот это то чем она сходила по большой нужде ковром и попшикали духами и думаем супер вот это то чем вы занимаетесь когда вы а статинами маскируете холестерин б гипертензию маскируете при помощи кроворазжижающих и аспирина кардио c когда вы пытаетесь спрятать любые другие симптомы лекарством и адресовать симптом то что я пытаюсь все эти годы до вас донести то что нужно смотреть в корень вопроса большинстве случаев корнем является метаболический синдром который нам ну очень не хочется адресовать но что нужно изменить свой лайфстайл и многие готовы сдохнуть со статином прикуску с виагрой потому что естественно не работает с прикуску с давление понижающими прикуску с тероксином прикуску с чем любым большую часть нас с вами выкармливают наши прекрасные врачи значит но не изменить свой лайфстайл образ жизни образ жизни изменить сложно потому что это работа над собой а работа над собой это ох как неприятно мы готовы идти под нож но чтобы не поменять свою работу но не поменять свой лайфстайл образ жизни образ жизни настолько важен что мы еще раз готовы сдохнуть под этими просто колесами лекарств которые замаскируют на сегодня проблему и ты сегодня еще можешь продолжить а вот завтра призываю вас ребята будьте бдительны инвестировать свое здоровье призываю вас каждый божий день становиться хозяином они смотрителем который просто вот не мое и не жалко да черт с ним колхозная собственность пускай горит а меня главное дождаться до конца смены ваше тело у вас одно если вы им не пользуетесь корректно вы умрете раньше и пока вы ждете ускоренной корчи кончины качество вашей жизни тоже будет меньше все что я предлагаю это пользоваться знаниями у вашем теле вашем здоровье на годы вперед которая повысит качество вашей жизни и продлит длительность вашей жизни поэтому пальцем пожалуйста наверх и подписались все те кто смотрит ребята огромная благодарность и 4 миллиона у нас просмотров за что гигантская благодарность каждый месяц и очень много ребят не подписывается надеюсь вы сегодня подпишитесь и останетесь со мной ну что каждый божий день я работаю над вашим здоровьем в этих живых эфирах и каждый божий день у меня есть возможность вас проконсультировать что я сейчас и буду сделать все эти знания которые к вам приходят еще раз это не знание на мышах и на крысах это не знания которые к вам приходят чисто из теории я работаю с диагностикой с реабилитацией с эндокринологией уже 10 лет здесь в праге здесь я учился в карловом университете здесь я получил свою реквалификацию здесь мы получили лицензию минздрава для того чтобы могли реализовать все наши знания в нашем оздоровительном курсе называется пг марафон который идет уже слава богу 8 лет онлайн и мы можем взять каждый месяц группу всего из 50 человек я понимаю что вас 4 миллиона задача до каждого из вас донести эти знания где вы не были на планете моя группа которая собирается на вот сейчас данном этапе 15 сентября у нас старт но она может быть собрана и раньше закрытыми суть важно важно то что вы можете насмотреть через год или через два года или через три года просто хочу чтобы понимали что это практика это знание которое к вам еще раз приходит из курса имеющего лицензию работающего очень много лет публично и все эти результаты публикуются каждый месяц когда заканчиваю с группой путь 21 дневный потому что курс идет три недели многие пишут можно к вам на консультацию я не беру консультации потому что это не честно и некачественно взять деньги и дать всего 45 минут времени я говорю если вы хотите идите к нам пг марафон там три недели я буду вас вести подбирать вам витамины минералы делать вам разборы анализов с вами вместе в вашей бытовухе закреплять знания но еще раз я понимаю отрезвой головой что четыре миллиона человек нас смотрит наша группа все 50 человек большая часть из вас будут нас смотреть и эти знания реализовывать самостоятельно поэтому пожалуйста вы должны запастись дисциплины у вас будут соблазны у вас будут разные недоброжелатели которые будут на этом пути пытаться вас двинуть так как дни доброжелателей могут быть даже самые близкие жена муж дети коллеги это не значит что они желают вам зла в прямом смысле недоброжелатели а если вы пытаетесь что-то изменить на пути болючей дисциплины вряд ли кто-то с вами будет стоять это неприятно самая тяжелая работа над собой когда на тобой никто держит свечку когда на тобой никто не стоит и говорит тебе нужно пройти мимо вот этого продукта и съесть вот этот тебе нужно пройти 10 тысяч шагов в день тебе нужно выпить твою воду тебе нужно выпить твои витамины тебе нужно потренировать никто не будет делать большая часть людей готовы как вот по стадному инстинкту ровненькими рядами и дальше мы с вами третий этаж 316 кабинет кардиология доктор что-то у нас тут где-то как-то щитовидочка пожалуйста к эндокринологу мы вас посмотрим тероксинчик доктор что-то у меня как-то немножечко что-то где-то как-то пожалуйста давайте посмотрим вот ваши статины или вот ваши препараты от давления ребят хочу чтобы были здоровыми я помогаю вам быть здоровыми все эти годы пожалуйста подписывайтесь все те кто идут на пг-марафон под видео youtube инструкции как нам присоединиться пг-марафон gmail.com инструкции вы раскликиваете описание и те кто нас смотрит в инстаграм значит это сделают через первый баннер значит который вам доступен прямо здесь внизу смотрите вот идет ваша из трансляция вот так вы раскликнули описание и здесь пг-марафон gmail.com инструкции как нам присоединиться здесь что в нашем проекте будет вам доступно 21 день я с вами вместе вот это по настоящему честно вот это качественный проект который без настоящего спасает жизни но если вы не можете еще раз к нам присоединиться умоляю вас смотрите видео сейчас вам скажу какое дальше вы смотрите в инстаграм у вас вот здесь первый пост значит моем профиле закреплен так вот его отмотали и тут написано регистрация новый сезон открыто под видео инструкции как нам присоединиться также под видео youtube вы найдете ссылки на телеграм мой супруги где куча рецептов также вы найдете везде инструкции как себе помочь по-настоящему в рамках дальнейшего просмотра роликов которые я вас прошу значит реализовывать у нас есть видео раки и гипертензии нас из видео разнообразнейших абсолютно отклонениях или о том просто как похудеть например все это вам доступно бесплатно каждый день еще раз каждый день я в прямых эфирах и каждый день эти прямые эфиры ребята посвящены только лишь одному что помочь вам жить дольше дальше в ютюбе вы можете зайти и поиски написать как быстро вылечить инсулиновую резистентность алексей ворон посмотреть еще вот этот ролик который даст вам огромное количество пользы он уже спас 212 тысяч человек вот это видео пожалуйста действуйте а я беру сейчас ваши вопросы ребята и буду вас консультировать сегодня у нас с вами не получилось с первого дубля так сказать наш эфир провести пришлось переначать эфир потому что у нас с вами были проблемы со звуком но я с вами вновь в моей студии и у нас с вами сегодня даже и микрофоны у нас сегодня и свет и все как положено и вот прям прям качеством сегодня живого общения техническое на должном уровне я надеюсь и качество подачи изложения от меня как всегда доставлено вашего внимания прошу вас пожалуйста ребята напишите фидбэк как вам сегодняшняя наша трансляция сейчас будем брать ваши замечательные вопросы консультировать вас живую